Коллеги, давайте начнем. Сегодня у нас очередное 9-ое в этом семестре заседание, а всего 139-ое. Тема вы все видели. Это Леонард Довинчев 500 лет спустя, что Олег Борисович Федичев нам расскажет про одну из задач, которую решали 500 лет. Но, как я понимаю, и сейчас, чтобы конца не решили. Осталось, потому что задачи что-то отставили, и сейчас не в пользу решили. Приближенно, полностью, до точного решения, только на компьютере. Так что, может быть, кто-то из вас еще эту задачу сможет продолжить решение. Я за слов. Поэтому, значит, я, как обычно, пускаю список для записи присутствующих. Ну и заодно тут к этому списку прилагаю значит, попачку объявлений о следующем семинаре. Тему следующего семинара – это самоорганизация и планирование управления социально-экономическими системами уроки Стаффорда Бирра. Стаффорд Бирр – это такой бородатый экономист. Я уже говорил раньше, когда это анонсировал, что он в свое время создавал автоматизированную систему управления чилийской экономикой, которая там работала при социалистах, которая помогала справляться со многими трудностями, связанными с экономической блокадой, с забастовками, и тем не менее в условиях ограниченных ресурсов как-то разруливать, чтобы экономика страны работала. Причем работала достаточно эффективно, чтобы для уничтожения этого проекта пришлось использовать в ней экономические методы. Иначе. Ну, это на следующий раз, это объявление вы все еще увидите. Значит, что еще из технических вопросов? В прошлый раз кто-то унес список присутствующих. Если у кого-то он есть, то, пожалуйста, верните. Ну и всегдашнее в этом семестре объявление, что если кому-то интересна тема, то после семинара не убегайте, остайтесь, познакомьтесь с докладчиком, и, может быть, напишите на эту тему реферат. Напоминаю, наличие реферата – это основной способ сдачи за счет. Посещение, наличие реферата. Значит, на этом я вступительную часть заканчиваю. Примерно год назад мне записывала задача от положения четвертого тела по широкоматой поверхности. И страшно удивительно, что общего решения до сих пор будет задача не будет. Хотя, казалось бы, это та задача, с которой мы сталкиваемся с вами на каждом шагу. Ведь без трения мы бы не смогли с вами встать с кровати. Мы не смогли бы дойти до умывания, как почистить зубы. А уж я не говорю про то, чтобы одеться и пойти на работу или ночью. Это было бы все невозможно. Без трения. Второй аспект, который меня заинтересовал в этой задаче. Кто в первый раз этот вопрос задал? Кто сформулировал задачу? Я применил современные средства, которые вам известны, гуглый Яндекс. И выяснилось, что такого человека найти невозможно. Кто первый сформулировал эту задачу или тот, кто первый этим вопросом задался. Более того, я думаю, что на этот вопрос невозможно ответить. Так же, как невозможно ответить на вопрос, кто изобрел колесо, кто изобрел рычаг, кто изобрел еще очень много постоянно используемых нами инструментов и приспособлений. Но тогда я решил сузить вопрос и спросить, а кто же первый получил какие-то хотя бы качественные, я уж не говорю про количественные результаты в этой задаче. И здесь поиск мой оказался гораздо успешнее. Первым, кого я нашел, я имею в виду в храмологическом порядке. Это Леонардо Домичий, великий русский ученый, простите, итальянский ученый, а сравнивать я его могу только с великим русским ученым Михаила Васильевича Маванасова. Многие его знают, и многие его ценят за другие его достоинства. Как художника, как архитектора, как скульптора, как... Но этот был человек настолько многогранный, что сказать, кто он, на самом деле, было практически необорно. Как, кстати говоря, многие гениальные люди, они всегда многогранны, и они отметились в истории очень во многих областях. Ну, сами посудите, Леонардо да Винчи отметился и в канализации, и в водопроводе, и в ирригации, и в поливе полей, и... Да не буду... Пока все уже показывают, все же прежде. А потом еще и была промежутка между всем этим Мона Лиза, которую до сих пор не могут понять, чему же она так странно улыбается. А заканчивается этот список воздухоплаванием, дельтапланом, вертолетом и так далее. Ну, вот скажите из этого списка, кто он? Инженер? Механик? Аэромеханик? Аэрофизик? Аэродинамик? Или еще кто? Я внимательно изучил его биографии, восторгов моим не было предела, и я еще раз подчеркиваю, что сравниться с этим человеком может только Михаил Васильевич Ломоносов. Других не вижу. А почему он получил первое? Где свидетельство того факта, что он получил первые качественные или количественные результаты в этой задаче? В наследство от Леонарда Дарича остались его знаменитые тетради. Их немало, немного, несколько десятков, и в них около 7 тысяч страниц. Этот человек при всей его гигантской работоспособности имел обыкновение и имел железную привычку где-то на уровне полуночи бросать все свои дела, брать свою тетрадку и записывать все впечатления сегодняшнего дня. И этот процесс уходил далеко за полночь. А утром бодрый и весел он снова приступал к очередным задачам, к очередным проблемам. Вот такую жизнь прожил этот человек. Наследство это бесценно, потому что сейчас, если вы откроете интернет, в поисковой системе и наберете Леонардо да Винчи запитая в тетради, вы увидите столько, начиная от подшипников, шестеренок, домкратов, шарика подшипников, чего только вы там не найдете в этих тетрадях. Так вот, я нашел одну запись, которая касается обсуждаемой сегодня задачи и проблем. он написал наставление, инструкцию, по тому, как нужно шлифовать поверхность камня, плоскую поверхность камня. В ней написано, что шлифовать нужно не возвратно поступать на вид движения, не двигаясь туда-обратно, а нужно осуществлять круговые движения с медленным смещением в какую-то из сторон. А затем, переходя на другой уровень, нужно продолжать это делать то же самое. Так сегодня работают, и вот здесь сидит авторитетный человек, который не даст мне соврать, подавляющее большинство шлифовальных станков, фрезерных станков, которые используются сегодня в металлообработке и обработке других материалов. Мне очень понятно, он предлагал двигать этот шлифовальник параллельно самому себе. Конечно, плоско. Нет, я имею в виду не это. Все точки движутся по одинаковым траекториям или двигаются одновременным поворотом вокруг оси. Я нарисую траекторию центра масс. Она будет указать. Траектория центра масс понятна. А как относительно этого центра масс движутся остальные точки? А так как частицы, а так как сам сам абразивный инструмент, которым обрабатывается поверхность, двигается почти поступательно. Ну, сами проследите. Локоть двигается поступательно. Кривошельно-шатунный механизм. Представляете, кто-нибудь двигатель внутреннего сгорания кто-нибудь разбирал, когда-нибудь. Вот примерно то же самое. Происходит и здесь. Вы спросите, а где же качественные или количественные оценки? Есть. В этих записках сказано, что при таком типе обработки поверхностей, а речь шла, конечно же, об обработке камня, потому что он занимался скульптурой. Так вот, качественные оценки, количественные оценки. Он сказал, при таком типе шлифований усилий будет затрачиваться меньше, чем при поступательном. Не сказал на сколько. Но мы же ищем качественные и количественные оценки меньше, чем при плоско-поступательном движении. А качественная оценка усилий потребуется меньше. Это количественное. А качественное качество обрабатываемого поверхности будет больше. При таком типе движения. При таком способе шлифований. Вот почему я сегодняшнее выступление перед вами назвал именем этого человека. Потому что мои восторги о нем еще не закончились. Ну, а теперь перейдем к существу, к постановке задач. Великий ученый Декарт уже не итальянский, французский, по-моему, он учил нас и завещал нас, что чем на большее количество простых задач удается разбить, сколь угодно сложных задач, тем выше шанс ее успешного решения в целом. Имеется в виду этой скорбь годной сложной задачей. Я решусь в самых простых задачах. Я решу несколько очень простых задач быстрее. И первая задача, проще не бывает, это та, которая часто встречается или ее модификацией, я не говорю, что один к одному, либо ее модификацией встречается на школьных олимпиадах по физике, и те люди, которые серьезно занимаются физикой и математикой, эти задачи, как правило, легко решают. В частности, те, которые собираются поступить на физике. В качестве иллюстрации я прочитаю одну из разновидностей таких задач, которая давалась нашим первокурсникам на олимпиаде. Шайбе ударом сообщает скорость В в доме горизонтальной поверхности стола. Через время Т1 шайба достигает края стола, а еще через время Т2 падает на горизонтальный пол. Коэффициент времени скольжения между шайбой и столом Мил найдите высоту стола и какое расстояние прошла шайба по столу. Вот такую задачу решали первокурсники. В сентябре 2009 года вот такая была предложена. И справились, к сожалению, далеко не все. Очень многие. Ну, я так думаю, больше половины. Я поверял. Я решу задачу еще больше. Итак, на шероховатом горизонтальном столе на плоскости лежит низкий которому в начальный момент времени сообщается скорость в нулевое центра массы. В нулевое спрашивается в задачнике сколько времени он будет двигаться и какое расстояние пройдет при этом. Если коэффициент трения F за ну что еще в этой задаче понадобится я, чтобы сразу лишнего не писать понадобится еще ускорение полиции тяжести и начальная скорость и начальная скорость в нулевое спрашивается время в пути вопрос и X со звездочкой расстояние которое пройдет диск. Проще задачу по трению я не знаю это самое простое решение первое теорема динамики M с точкой теорема об изменении импульса равняется главному вектору внешних сил независимо от того как распределены эти силы по пятну контакта их главный вектор будет равняться минус M G F масса сокращается остается уравнение движения которое проинтегрирует любой сидящий в этой аудитории это не вызывает никакого сомнения тогда V равняется V нулевое минус G F при T со звездочкой в момент остановки равняется нулю отсюда вверх да концентрение потерялся отсюда видно что время движения T со звездочкой равняется V нулевое на G V нулевое деленное на GF расстояние какое пройдет до установки еще раз интегрируем тогда X равняем вверху интегрируем интегрируем уже вот это выражение это будет V нулевое T минус FGT квадрат пополам FGT квадрат пополам плюс X нулевое которое равняется нулю я систему координат выбрал так что X направлено на V Y направлено на задовскую Z направлено вертикально вверх правая тройка все в порядке подставляем найденное время T со звездочкой в это выражение и получаем что V нулевое в квадрате на GF V нулевое в квадрате на GF деленное минус 1 вторая деленное на GF V нулевое в квадрате тогда получается V нулевое в квадрате на GF вот так движется в простейшем варианте когда начальные условия таковы что сообщена только скорость центра масс при нулевой угловой скорости вот так двигается твердой задание Ликвинович вы применяете как сила трения равна произведению веса на коэффициент или локально как давление на коэффициент главный вектор не зависит от распределения давления это легко показать потому что все элементарные площадки создают элементарные вектора силы трения калинярные друг друга они просто складываются и дают произведение я немножко не про то вот закон трения кулона формулируется как в трении равняется значит веса умноженного на коэффициент н или это нормальные силы да все понял я понял не локально для локально локально если локально интегрирую по плоскости это будет все равно тоже я просто спросил вот сейчас вторая задача там уже будет не все равна хорошо николай спасибо усложни эту задачу опять на широковатую поверхность положим диск и в отличие от первого варианта задачи теперь у центра масс начальная скорость равняется нулю а сообщение ему скорость объега нулевой и поставим тот же самый вопрос это уже углевая конечно бывая скорость если смотреть сверху против часовой стрелки хотя это не играет значит по часовой стрелке будет то же самое уверяю вопрос вопросы те же самые сколько времени будет двигаться этот диск до остановки и на какой угол повернется в результате движения теперь первая теорема бесполезна отождественного бюджетворяется моля равна нулю верно применяем вторую и омега с точки равняется а вот тут что писать мы знаем что в этой теореме в правой части стоит главный момент внешних сил а единственная сила которая действует на диск в данном случае это силы трения а вот она-то существенно зависит от распределения нормальных напряжений по пятну контакта ну для начала я возьму кольцо первое напряжение это кольцо там нечего интегрировать там все силы расположены по периферии кольца по ободу кольца все они касательны складываем их без всякого интеграла получаем минус m g r r не нужно подробно расписывать интеграл что он будет такой но все силы все локальные пятна контакта все находятся на ободе контакта а r это радуус кольца самый простой вариант решения этой задачи для кольца момент инерции mr квадрат кольцо имеет стойненькое да конечно стойненькое кольцо здесь возникает вопрос о соотношении вертикального размера и горизонтального в 2003 году был проведен эксперимент у меня эта статья есть с собой который показывает для того чтобы не было перекоса в нормальных напряжениях в петне контакта или он был пренебрежимом мал нужно чтобы по крайней мере характерный вертикальный масштаб этого тела был в 4 раза меньше чем горизонтальный то есть кольцо ну если в 4 раза меньше тоньше чем его диаметр а так вопрос а вот такая толщина вот это одночетверто диаметра или меньше а если больше то что происходит а если больше то при трении настолько большие особенно в самый последний момент времени акселерации что пятно контакта перекашивает и оно уже не будет оси симметричными вот такой простой интеграл в котором от угла фи ничего не зависит а зависит только от радиуса а это допущение задачи а может за счет этого неустойчивости вот это а может и обракинуться может и обракинуться если высокий цилиндр то может а может оно начать писать как монетка и кататься по ребру как диск эллера да? может но не при этих условиях при этих условиях не сможет потому что никаких поперечных усилий никаких дополнительных моментов не возникает чтобы закрутилось так как вы хотите нужно монету бросить таким образом чтобы у нее в начале в момент времени обязательно уже была асиментрия то есть она ударилась по одним краям раньше чем в других а за счет неустойчивости сильно это отдельный вопрос он за рамками сегодня доклада на рамках он сильно за рамками это уже возникает вопрос не об устойчивости какого-то статического состояния а возникает вопрос об устойчивости движения Это сильно выходит за тему сегодня Хотя о ней тоже есть что сказать Итак, номер квадрат на омегу с точкой равняется минус mg f r Вот так будет двигаться это кольцо при таких начальных условиях На массы сокращаем На одно r сокращаем И получаем, что r омега равняется минус g f r Интегрируем r омега равняется минус r омега на уровне Минус g f r Ну, вообще-то r омега это как раз скоростью А я с лицом на нее не сокращаюсь Я это умышленно сейчас сделаю, чтобы показать, что в задачах трения Нужно пользоваться не угловыми скоростями А аналогами ее линейной скорости Умноженная на радиус пятна контакта Это чуть позже, через несколько минут Я покажу преимущество такой переменной в такой задаче А сейчас я просто сознательно не сокращаю на r Тогда при t равное со звездочкой Это должно равняться мыру Отсюда t со звездочкой Время движения диска Будет равняться r омега нулевой на g И вы видите, что ту роль, которая играла скорость центра массы Той задачей Теперь эту же самую роль Играет произведение угловой скорости на радиус пятна контакта Это опять довод в пользу того, что нужно сохранить эту переменную r омега Что вы? А, минус, извините, это и ополнение Угол поворота посчитаем, насколько повернется кольцо Я один раз посчитал, и для основных задач считать не буду Еще раз проинтегрировать по времени Опять начальные условия все соблюсти И будет все в порядке Угол, который повернется Здесь все в порядке Вот тот вот x разделительный А что? Тот вот x, который на левой диске разделительный Очень похожий Я сейчас гляну в своих записи И я думаю, что угол поворота Как раз будет r омега нулевое в квадрате на 2g r в квадрате Значит, с размерностью у нас не будет все в порядке Там r в первой степени останется Эта задача посложнее Школьникам таких задач уже не дают Но на олимпиаде студентов в этом году Мне было поручено оргкомитетам Сформулировать задачу для студентов, которые уже террористическую механику изучили И я вот аналог второго варианта Приклажил оргкомитету И ее приняли И мы поехали в массу проводить эту олимпиаду Только задача звучала так Кольцо и диск положены на широковатую поверхность И им сообщена Одинаковая угловая скорость при нулевой скорости центра масс В каком соотношении должны удовлетворять радиус кольца и радиус диска Чтобы эти два твердых тела остановились одновременно Но для кольца Вернее, для кольца я эту задачу решил А теперь я ее решу для диска Значит, первый же вариант Задачи, решенной для кольца Теперь решается для диска Но диск с каким распределением нормальных напряжений Взять? Взять я возьму сигма констант Самый простой вариант распределения контактных напряжений Который не только не зависит от угла А и от радиуса тоже Проще не бывает Чему эта константа равняется? Это будет МЖ Деленная на ПР квадрат И с такой сигмой Режим эту задачу Тогда Момент инерции ММ квадрат На Амегу с точкой Заменится на ММ квадрат Пополам Потому что момент инерции в диске ММ квадрат На Амегу с точкой А вот сюда добавится 2 трети Я вам сейчас покажу почему ЖФФ Сами посудите Как при сигме константа Как распределены силы трения У меня против часовой стрелки Значит в эту сторону Вот распределение сил трения На диаметральном сечении вертикально А как распределены моменты? Если у всех элементарных площадок на этих диаметрах одинаковые Справа масса тоже Безусловно Если где-то ошибка То мы ее моментально поймаем А момент распределение Линейное А если кто-нибудь из присутствующих Интегрировал вот такую распределенную По треугольнику Нагрузку тот знает что равнознествующая ее находится на кухтриде Здесь на кухтриде А если кто-то из присутствующих Несколько лет назад На учении физики была очень популярная задача Под химмерством сабли нужно ударить от препятствия Чтобы от сдачи в рукоятке равнялось нолю Многие помнят эту задачу Именно на двух третях По этой же самой пути Решим эту задачу С двумя третями На массу, которую Михаил Алексеевич порекомендовал Я сама сокращу И тогда будет все то же самое Я не буду сейчас повторять решение Но здесь будет Я просто воспользуюсь аналогией с предыдущим ТС звездочкой Теперь у меня будет равняться Три четверти Та же нет? ТС звездочкой будет равняться Три четверти Р омега нулевое на gf А х не буду дальше искать Время движения не буду искать Потому что дальше еще Еще раз нужно проинтегрироваться А теперь вернемся к той олимпиадной Студенческой задаче Вот время движения У диска С равномерно распределенным напряжением Петни контакта А вот время движения У кольца Приравляем их друг к другу Тогда Р кольца Умножить на омега нулевое Кольца Поделить на gf Будет равняться Три четверти Р Ну теперь уже диска Помножить на омега нулевое Поделить на gf gf сокращаем с gf Омега нулевое сокращаем с омега нулевое И видим что r кольца r кольца Отнесенное к r диска Равняется Три четверти Причем от массы ничего не зависит Вы обратите внимание То есть Достаточно взять Радиус кольца На 25% Меньше чем Радиус диска Запустить их таким образом И они остановятся Одновременно При любых массах Вот такие задачи Уже решают студенты После того как Они прошли через Катерию теоретической механики И мне очень приятно Доложить вам Сегодня О том что из пяти По моему Участников наших команд Все пятеро В апреле Этого года На межвузовской олимпиаде По теоретической механике Все эту задачу решили Именно коэффициент Три четверти получили А вот среди студентов В остальных вузов Вы поинтересуетесь Эту задачу решили Только полтора человек Почему полтора Потому что Один решил задачу правильно А второй Сделал Это С ошибками Или Ну так скажем Совершив некоторое количество Четных ошибок В общем-то получил Правильный результат За что ему Была поставлена половина От Максимального балла Который планировался За эту задачу Но я все это время Рассматривал с вами частные случаи А теперь давайте Какие еще частные случаи Можно решить Что вы говорите? Мне кажется Остались только общие случаи Частные кончились Частные кончились? Хорошо Если по времени Вы считаете Что частные Один я решать не буду Я вам просто скажу Если для кольца Начальные условия Выбрать А это было видно Из этих частных решений Если для кольца Выбрать Начальные условия Так что Отношение Р омега В 0 Равняется 1 То будет Первый интеграл К будет Равняется По стадии К равна 1 На протяжении Всего движения Р омега В 0 Деленное на Р омега То есть Если взять И поступательное И вращательное Я это называю Сбалансированные Если Вращательное движение И поступательное движение Будут сбалансированы То есть Могновенный центр Скоростей Будет находиться На ободе Пятна коса То есть Одна точка Обода Тут будет Не подключить Могновенно Не подключить Могновенно Не подключить То есть Если взять Это еще одно Частное решение Которое Я сейчас хотел бы С вами С вами Получить Но Действительно Мне Председатель Очень правильно Подсказывает Если я Могу За регламент Войти А я бы Этого Не хотел Это Можно Не успеть Главного Не успеть Главного Действительно А что там остается Энварян Локальный Первый Интеграл То есть Отношение В нулевое К Р омега Ноль Будет Не только Вначале Вм А В Р омега Будет Сохраняться На притяжении Всего Держания То есть Не обязательно Чтобы был Сбонусирован Нет Приспонусирован А это Именно Приспонусирован Вначале То есть Это Сепаратрица В фазовом Пространстве Которую Я потом Сейчас Покажу Которая Говорит Что в данном Случае Решение Тоже Легко Найти А как же Будет Случай Если Его Нет Если Не попадаем Ни в Один Из Частных Случаев Тогда С вашего Решения Закрежу Частных Случа Разобрать Раз Он Такой Вышел Что Может Разобрать Раз Он Такой Вышел Там Треугольное Будет Распределение Такое Только Относить Дальше Спокойно Нет Не в Треугольном Это Прик Там Будет Не Единицы Там Будет 0,65 Там Другой Будет Коэффициент Ну Тоже Если Специально Подобрать То Тоже Можно Добиться Этого Эффекта Ну Как Хотите Реклама Ну Я Это Сейчас Я Решение Я Мередур Общей Постановке Минус F А Здесь Будет B На U И Я Надеюсь Присутствующий Убедил Что В Качестве У Имеет Смысл Взять Эту Переменную Вы Обратили Внимание Я Нигде Не сокращал На нее Это Было Целесообразно А Ус Точкой А Ус Точкой Равняется Минус М А Б Я Сейчас Выписал Систему Дифференциальных Уравнений Которые Описывают Движения При Произвольных Начальных Раньше Я пользовался Обратили Внимание То Первым Уравнением Из этой Системы То вторым Уравнением Из этой Системы Вот Когда Они Вместе Работают Я Попытался Это Сделать Вот Показал Локальный Интеграл А Теперь Будут Решать Эту Систему Вместе Первое Первое Сделаем Это Применим П Теорему Которая Утверждает Что Количество Переменных Может быть Всегда Согращено На Количество Размерных Комплексов Которые Можно Создать Из Аргументов Этой Функции Известна Такая Теорема Это Центральная Теорема Теории Размерности Это Значит Что Я Перепишу Что В С точкой Равняется Минус Ф От К А У С точкой Равняется Минус М От К Где К Это Равняется Выделенное На У Его Скоростным Параметром Называют Он По существу Представляет С собой Безразмерное Отношение Угловой Скорости И Линейной Скорости Наоборот Линейной Деленной На угловой Безразмерный Параметр Справа Безразмерная Стоит А слева Размерная Как Тут Я Те же Самые Обозначения Сохраняю И Для Ну М Ж Будет Там Стоит Какой-то Численный Коэффициент То есть Функция Ф Она Мне Это Сейчас Не важно Мне Важно Показать Структуру Первого Интеграла А не Это Я раньше За размерностями Следил Чтобы Было Все В Порядке Сейчас Нет Не важно Проделаем Очень Прошел Манипуляцию С этой Системой Уразмерной Первое Что Сделаем Возьмем Новую Вновь Введенную Переменную И запишем Что это Есть В Равняется Ку А потом Продиференцируем По времени Тогда В с точкой Равняется К с точкой Умножить на У Плюс К На Умножить на Умножить на Умножить на Тепле А теперь В с точкой Это же Связь Нематическая А теперь Я для В с точки Ус Подсамру Их Значения Из системы Дифференциальных Уравнений Тогда в левой части я получу минус m от k, а в правой части получу k с точкой u, а здесь минус m от k. И выражу отсюда, с точкой u равняется m от k, m от k, минус m от k. Где-то пропустил. Конечно, вот пропустил как, близко пропущено. А теперь запишу второе равнение из системы. А u с точкой равняется минус m от k, минус m от k. А теперь поделю второе равнение на первое. Когда u с точкой, деленное на u, и на k с точкой, будет равняться m от k. m от k поделить, я в k не туда только выписал. На f от k, на f от k, минус m от k, минус m от k, минус m от k. А это уравнение, а это уравнение среди, да? Если я отсюда, с точкой, перетащу сюда, с точкой, то в левой части я получу d логарифм u. А в правой части я получу d логарифм u, а в правой части я получу dk, поделенное на, вернее, умноженное сначала на mk, а потом поделить на fk минус k на mk. Это с разделенными переменными уравнениями и уравнениями, и я получу первый интеграм. Я его могу записать через произвольную константу сейчас, а могу если расставить пределы интегрирования без произвольной константы, мне удобнее сейчас без произвольной константы записать. Тогда в левой части я получил логарифм U в пределах от K0 до K текущего, а в правой части я получил интеграл от K0 до K, а здесь будет K на K, DK, минус K помножить на K. Вот так выглядит уже не локальный, как я вам приводил пример, при K равному единице для кольца, а как выглядит глобальный первый интеграл этого соотношения, вернее этой задачи. Причем независимо от распределений, этот первый интеграл универсален и годится для любых распределений контактов напряжения. От них будут зависеть только N2, входящие сюда, и FK. Ну вот вся беда, что взять его в общем виде невозможно. Это первый интеграл, его можно только пытаться брать, только в отдельных случаях каких-то отдельных контактных, отдельных типов, я бы так назвал, контактных напряжений. Тогда была подключена сюда мощная вычислительная техника, программа «Математика для студентов», многим из вас здесь хорошо известная, и начали проверять численно этот интеграл. И выяснилось, что даже без всякого численного решения видно, что критерием остановки твердого тела является логарифм нуля, потому что скорость в момент остановки равняется нулю. А это значит, что этот интеграл должен иметь особенность в знаменателе, это должно соответствовать обращению логарифм бесконечности, может быть только если ноль в знаменателе. То есть логарифм у равняется бесконечности, если в знаменателе это умероженную равенную ноль. Отсюда получается критерий остановки. И что же выяснилось, что этот критерий, что это ясно, что трансцендентное уравнение, которое где-то трансцендентное, там, где удается, проинтегрировать критерий, а где-то вообще численно решаться может только это уравнение. Я вырешил на сегодняшний день, в результате которого выяснилось, что критерий, 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 жарчевый, для диска Галин, Это проболический закон, я его нарисую сейчас. Для сигма константа, о котором я сегодня говорила, он равен ноль шестьдесят пять, причем не точно определенно и для точечного контакта Герца он равен водоход то есть применение этого критерия остановки задачи удалось установить следующую закономерность оказывается расположение мгновенного центра скорости у этого дверного отъема не зависит от начальных условий с какими бы начальными условиями не запустили бы это твердое тело в момент остановки локализация мгновенного центра скорости будет находиться в одной и той же точке это один из основных результатов, который был сегодня получен это в момент остановки отношения угловой скорости к линейку как бы маленькими они не были они будут иметь предел и пределы это вот такие а точный контакт Герца означает точный контакт или что-то пятнышко? нет, это очень маленький контакт я нарисую его сейчас это контакт, который называется локально-сферический потому что вообще говоря из этих четырех случаев мне так понятно только двух какие? конца-сферический 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 это понятно я нарисую все четыре это минус единица, это плюс единица это сигма ну это сигма константа, понятно, да? да у кольца везде ноль кроме дельта функции на крыле слева тоже слева по две дельта функции как выглядит у Галлина? Галлина это? это Лев Александрович Галлин, да? он самый что? он самый он самый мой оппонент подробно а что открывается? распределение давлений распределение давлений то есть здесь не ноль, прости здесь конечно же а, нет, нет, вот так так в середине ноль действительно это что, параболы я напишу ее сейчас ну, у кольца дельта функции я писать не буду ее все знают функции Дирака, да? а у Галлина у диска Галлина это выглядит вот таким образом это МЖ значит, сигма равняется у Галлина МЖ деленное на 2ПР квадрат а здесь корень квадратный из единицы минус r квадрат деленное на r квадрат вот такое распределение у Галлина это возникает при очень мощных давлениях когда давит не только сила тяжести но это как в прессах несколько тонн давления еще вот такие а на обуви что, бесконечность? бесконечность бесконечность бесконечность, конечно а там же эффектношность возникает когда вы хотите продавить дырку в леске стали вы давите плансоном так что у вас на кровях получается бесконечное напряжение но в центре нуля-то не будет, наверное будет нечто будет некоторая величина но не нужно точный контакт Герца сейчас напишу как будет точного контакта Герца напряжение выглядит таким образом 3m 3m так что вот здесь тоже у Галлина лучше не в Ж писать а тоже на грузе потому что это это штамп это очень мощная усилия многотонная усилия чтобы создать такое распределение а здесь 2πr квадрат а вот здесь как раз все в порядке здесь корень квадратный из единицы минус r квадрат на r квадрат это у Герца это просто обратная обратная парабола здесь не парабола здесь закон получается в двух третей здесь r квадрат вот то есть контакт Герца может остановиться в поступательное движение и продолжить вращение правильно а тот кто играл в бильярд когда-нибудь в тот раз не обращал внимания когда можно можно увидеть шар на столе который уже остановил свое движение от центра массы но продолжает еще достаточно интенсивно вращаться вот ну пожалуйста без этой контактики да это контактики так вот оказывается его условия остановки только в ныряде как знаменитый центр скоростей совпадает с центром массы только тогда иначе он остановиться не может а эти останавливаются целиком то есть не может быть такого чтобы она перестала вращаться и скользить такого быть не может а раз это так это является косвенным доказательством того факта что вращение и поступательное движение оканчиваются одновременно в противном случае мы бы никогда не имели бы предела отношения скорости линейной к угловой скорости умноженной на радиус так вот этот первый интеграл оказался очень продуктивным то есть его исследование этого первого интеграла привело вот таким серьезным о каждом в отдельности мне бы в литературе приходилось слышать но чтоб они объединены были одним и тем же трансцендентным уравнением корнем которого они являются вот это уважаемые коллеги я могу смело вам сказать что это получено первое до сих пор я еще ни одного авторства не приписывал себе все были эти задачи еще не там лет 150 200 а может быть 300 назад каждый из них а вот этот результат получен действительно в авторском режиме и коль скоро у диска Галлина этот интеграл взять удалось и он знает каким оказался после взятия соответствующего интеграла а правые части проинтегрированы были сначала Журавлевым а потом его учеником его Киренковым подставим их туда каждый может взять этот первый интеграл получилось что у с минусом я сейчас поясню что это такое равняется с с минусом умножить единица минус К квадрат в степени одна вторая умножить на поделив на К квадрат вот вот так выглядит в случае распределения Галлина этот интеграл ну ясно что отсюда В с минусом В с минусом равняется та же самая константа С минусом единица минус К квадрат поделить на К ясно что деленные друг на друга они должны дать К а что значит с минусом где со мной стороне то есть эту задачу удалось а что минус означает а это означает что при К равно меньше при К меньше либо равно единице а при К больше либо равно единице там страшные вещи там и синусы и оксинусы там логарифмы и экспоненты и полиноны там страшно выписать что получится но но почему бы не написать по аналогии с этим и дальше только написать С плюс только не единица на к квадрат а теперь поменять их местами к квадрат без единицы умножить на К в степени возникло возникло квадратного корня из-за тридцатного числа да а здесь в виде неопределенных степеней здесь что? z и z минус единица через неизвестную степень и такое решение было через неизвестную степень да за счет за счет этого первого интеграла его свойств и за счет асимптотик k и f подтвердилось что эти показатели при этом сохраняются а здесь z равняется двойки таким образом найдена универсальная форма а вы говорите оксинус артангенус нет ничего этого не осталось ничего этого не осталось а все это из-за того что коль скоро у этого интеграла логарифмическая особенность то оказывается что в этом месте в случае там очень с математикой проблемы серьезные из-за их логарифмической особенности в ряд теора не все функции разлагаются я первый раз в жизни встретил случаи когда функции не разлагаются раньше ведь как нам на вашей кафедре когда я был в студентах говорили что при всех условиях правой части которая обладает вернее если правая часть обладает необременительными условиями что в природе как правило соблюдается вот такие слова произносились магические вот первый раз в жизни я попался на те условия которые приводят к сожалению правая часть дефора обладает некоторыми свойствами которые вообще говоря не подходят под теорему разложения в ряд трюбов вот так и все свернулось в такую короткую формулу все свернулось да возникло следующее не менее заманчив да вы хотите сказать а где же сравнение пожалуйста это решение это решение приближенное получилось это решение это решение выставлено в трех точках при к равном нулю при к равном кс звездочке и при к равном бесконечности это решение выставлено а в середине а в середине оно не понятно какое вот эти формулы это 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 наверно всегда при камень нижняя а я сейчас покажу результаты пущу их при камень единицы я проверять не стал потому что там просто совпало с точки зрения а вот при кавашем единице вот такое модифицированное решение я решил то есть проще рисуется когда медленно движется и быстро вращается да в этом случае еще не проще камень это медленно движется медленно движение от центра масс с большим уроком вот я сначала отрезаю могу покажу значит тонкие линии это точное решение численно точное численное решение за глифула да а пунктиром вот это их аппроксимация 2 3 процента точности нам бы это жить да тогда появилась идея покажи пожалуйста листочки другие посмотрели а почему бы это не обобщить на случай кольца на случай сигва константы на случай всех остальных ну и если эта работа закончена то это я сейчас вам рассказываю то что у меня на письменном столе в данном случае лежит а почему бы не попытаться искать решение в следующем день вот только герц сюда не подошел сразу заранее признаюсь для герца вот такая модель не подходит почему бы не стать искать при k меньше либо равно 1 v минус равняется c минус на k со звездочкой в степени n минус k в степени n на k умножить в степени y а u минус не искать в виде c минус на k со звездочкой в степени m минус k m то есть мы ищем связь между линейной скоростью и углом конечно соотношение какой момент времени выполняется не трудно проверить что при новых начальных условиях эти предлагаемые формулы выполняются в самом деле если вы полагаете мы не ищем зависимости от времени мы ищем какие-то скорости зависимости от времени а вопрос о том как это явно зависит от времени это еще отдельная песня и сегодня я точно ее рассказать уже не смогу потому что там нужно такие выкладки делать что просто я думаю что из всех пяти досок придется еще каждую по несколько раз а при k больше 1 при k в виде v c плюс опять меняю местами чтобы не возникла проблема излечения корней четной степени из отрицательного письма здесь будет k минус k со звездами в степени m здесь будет k в степени z а здесь будет u плюс равняется c плюс на k в степени m минус я уже утомил я чувствую аудиторию я заканчиваю это последняя форма которую я пишу вот в таком универсальном виде делается попытка теперь на это решение для основных рассуждений известных в литературе контактных напряжений спасибо за внимание спасибо за внимание что вот эти графики подгонялись по трем точкам мне вспомнился классическая пистеховская диноза построение графика по трем точкам что угодно могу построить но судя по тому листику которая ходит по рядам в некоторых случаях как такие приемы как и страны зарабатывают но видимо это соответствует тому случаю когда есть достаточно узкий класс функций и удалось угадать что-то достаточно на него сильно похожее и еще хочу добавить чего я не сказал то что шибка производилась не только по абсолютным значениям этих функций но сшивались и производились то есть получается не по 3 точкам скорее по 6 вот тогда считайте по 6 а все таки то есть шибка велась еще и по производству второе что хотелось бы отметить то что что как ни странно что-то новое можно получить и в механике при том что 505 это же все-таки срок при том что вроде бы механика изучена я бы хотел немножко прокомментировать такой вот момент по поводу неоднозначности с распределениями диск что на самом деле тут мы немножко выходим за приближение твердого тела мы просто не можем посчитать то есть есть такой элементарный факт что абсолютно твердый стоп с четырьмя ножками нельзя рассчитать вы вы запишите для него условия равновесия не сможете определить нагрузку на каждом будет будет свободный парад а таких примеров много и извините и соответственно в данном случае у нас есть целый диск мы мы можем выбрать по нашему желанию четыре ножки и убедиться однозначно не считается ну это понятно скажем есть очень узенькие выходы типа корицы и вся нагрузка на все спасибо спасибо от механики я тоже хотел прокомментировать пару слов по поводу упомянутого вначале во-первых был упомянут его универсализм ну что тут можно сказать в те времена можно было быть универсалом сейчас это существенно сложнее сейчас если мы пытаемся чего-то подобного достичь мы неизбежно жертвуем глубиной если не во всех областях то во многих но тем не менее видимо в какой-то степени за этим универсализмом имеет смысл погоняться хотя бы для того чтобы иметь общий взгляд на проблему и в общем-то когда мы вот этот семинар проводим мы пытаемся так сказать обеспечить здесь некого коллективного Леонарда приглашаем поочередно разных докладчиков и в принципе если студент физтехно пытается конструировать или исследовать какую-то достаточно сложную систему то часто ему приходится какую-то такую универсалину себе вырабатывать и другое замечание по поводу тетради Леонарда то есть как я понял эти тетради представляли себе дневники так правильно и ну Леонардо Дайвинич помимо писания дневников прославился многими другими делами я хотел бы обратить ваше внимание что в истории известны случаи когда люди стали известны исключительно благодаря своим дневникам и что тут есть такое явление скажем в 19 веке был такой человек Никитенко как его назвали кажется Александр Васильевич который при жизни был сравнительно малые 200 но получил посмертную славу после того как были изданы его дневники значит это был такой профессор Петербургского университета который сделал карьеру по ведомству образования работал одно время в цензуре в частности цензурировал в том числе Пушкина Вохли но вот главная его посмертная слава была когда он издал мнении которое он писал всю жизнь в принципе видимо это такой стиль информации это тоже некий универсализм когда человек разваливает на бумагу очень большое количество информации на разные темы и вот это большое количество разнородной информации как оказывается может представлять из себя ценность даже если казалось бы но вот отдельные кусочки интересы ими представляют ну вот на этом я бы свой комментарий я тоже хочу прокомментировать немножко тем более что мне пришлось значит лет 20 работать над вопросами связанными с проблемой трения я конечно в большом восторге от доклада Илья Борисовича но я хочу указать пару групп задач которые очень важны для нашей жизни для окружающей нас техники и которые решаются конечно неизмеримо более сложными способами и так красиво и прозрачно одна из задач это задача о расчете шариков подшипников схема его вот такая здесь вот шарик он не очень получился хороший шарик вот вот это вот значит наружная это обойна это обойна мы их называем кольца вот это вот внутреннее кольцо а это вот наружное кольцо и вот значит это все вот примерно так работает так работает ну а дальше здесь самый надежный пример ваше штаб ваше ну их сет ну в типичной конструкции это гироскоп ось горизонтально ось горизонтально ось вращения ну здесь такие же такая симметричная конструкция так вот ну в наиболее наглядном примере с которого нам приходилось работать очень много это подшипники гермотора системы автономного наведения стратегической ракеты вот это прощипник упорного типа да вот такой вот такой результат получается что это все поджато некоторым усилием там значит носимым усилием ну с двух сторон можно нарисовать поджато и к этому узлу колоссальное требование по точности совершенно сумасшедшего то есть смещение центром нас не более одной сотой микрона значит вот фантастическая вкладка из поверхностей и здесь что интересно в связи с задачей Олега Борисовича вот эти подшипники давлением поджаты и в результате в области контакта образуется вот такой вот кривой что-то вроде эллипса вот такая штука так и на нем совершенно интересное поле скоростей которое аналитически не буду даже пытаться описать здесь упругие деформации здесь возникают вот две то есть это пятно контакта это пятно контакта да возникают вот две точки линии чистого качения плюс к этому у этого шарика гироскопическое верчение вот он вот так вот еще крутится так и вот здесь возникает ну совершенно разнообразные поля скоростей которые конечно мы описывали значит считали с помощью машин и там комбинация и сухого трения и жидкостного трения и вот вот зависимость главного вектора силы главного момента вот она просто машина считалась и выдавала совершенно удивительный результат насколько вот как реагирует этот контакт на качение скольжение и верчение этого самого шарика вот такой вот класс крупный класс задач который позволил ну поднять качество этих систем наведения с помощью точного расчета контакта все деформируется все считается по теле упругости и вот такая штука ну и вторая задача которая меньше занимался это конечно автомобильные шины вот так я условно Олег Борисович знает что такое шина лучше меня и вот там получается кругий контакт нет значит если вот на льду этот автомобиль будет вот так сверчение видеть то там возникает из поинтересных поля скоростей и тоже конечно там комбинация фругости и генодинамики вот и теплообмена и это вот пример такой задачи когда для студентов ну это все прошлое это военно-промышленный комплекс Советского Союза значит это пример задачи когда для решения практические задачи пришлось привлекать несколько штук 5 разных наук все они изучаются на фистике гидродинамика значит теория упругости механика систем твердых тел на этой системе термеханики теплопередача немножко химии немножко электродинамики и вот только синтез этих наук а где здесь химия кто? а где здесь химия с маски там нас масла там же вот эта толщина масляной пленки она примерно 4 сотых микрона вот они делаются по специальным химическим так сказать формулам из глинных полимерных молекул но это отдельное явление но я не хочу слишком далеко выходить выступления но там страшно интересная картина вот Михаил Иванович меня чуть-чуть нарисую если взять шарик хохотящийся по плоскости то под ним будет вот такая картина то есть пятно контакта будут иметь вот такие линии уровня как подкова то есть масло втекает сюда так а вытечить не может контакт закрыт из боков и вот отсюда это подкова это пятно контакта да вот значит масло втекает вот так вот так он втягивает по ним подушечку и при втягивании через масло увеличивается вязкость на 6-7 порядков при переходе отнормального давления от атмосферного к контактному а контактный приблизительно каких атмосфер под шариками вот значит там появляются на 6-7 порядков. Ясно, что длинные полимерные молекулы связаны друг с другом и никакими силами оттуда не медлежишь. Это просто интересная связь молекулярной химии с механикой. Это первая часть. А вторая часть более серьезная в его выступлении касается того же самого Леона Да Винчи и нашего семинара. Леона Да Винчи, конечно, человек великий. И, так сказать, наш беспредметный семинар действительно здесь формирует коллективно Леона Да Винчи. Но Леона Да Винчи это нечто вроде интернета с Windows. То есть окошечек там, окошечка там, окошечка там. То есть это человек, который... Иконки, которые наляпал, налепил. Хорошо, конечно. В разных местах совершенно. И совершенно никакой связи между всем этим не было. То есть это такой вот, творящий в разных местах гений от канализации, это основа жизнеустройства, как мы знаем, вот, значит, до Монны Лизы и так далее. Но дело в том, что вот русская культура, русский ум, он умеет рождать гений совершенно другого сорта, другого порядка. Вот и самый из них, скажем, ясный, на мой взгляд, самый крупный, это, конечно, Иванович Пенделин. То есть он много чего наделал. Значит, много чего наделал. Значит, все, конечно, знают, что он придумал таблицу, которая висит в... А, да, 40 градусов. ...кини. Знают, что градусность водки, это его работа. Значит, меньше людей знают, что он сформулировал состав пороха. Вот. И дальше, значит, что он руководил... Что? Бездымного. Бездымного, да. Что он руководил палатой меры весов. Вот. Ну и почти никто не знает, что он своим главным результатом, своей научной деятельностью считал таможенный тариф, который он составил, когда работал советником Александра Третьего по экономике. А то, что на академика не потянул... Многие в этом слышали. Что? А то, что на академика не потянул. То, что, значит, его... Ну, сейчас, если бы не там он был, но что не избрали бы академика, это совершенно нормально. Потому что академик – это выживший, зумачный, он корреспондент. Вот. И вот, значит, поэтому вот этот человек, значит, я думаю, что кто-нибудь слышал, что он работал советником в Ай-Сар-Третьего и нет? Молчание, да? Никто не слышал. Вот это известно. И вот этот самый Менделеев, причем занимался он водкой не просто ради интереса, а когда водилась водочная монополия. Бездебный порох он делал для перевооружения русской армии. Понятна направленность этого человека. Так вот. Вот. Еще небольшое добавление по поводу Менделеева. Да. На самом деле, Менделеев провел ряд научно-исследовательских работ, которые создали русскую нефтехию. Да, да, да. Он проводил научно-исследовательские работы специально там для нефтяных промышленников, и потом на основе этих результатов внедрялись там близко к тем же Нобелям и другими магнатами. То есть вот спасибо. Он от науки крестный отец русской нефтехемии. Ну, и его замечательно высказано, что топить нефть, это тоже топить ассигнациями. Спасибо, что напомнили. Вот. Но я перехожу к главному выбору. Так вот, Менделеев, значит, на мой взгляд, он нагло выше, наверное, на меньше. В каком смысле? Что он сумел все вот эти свои отдельные результаты сумел сложить в общий вывод о том, как нам жить. И работа по демографии. И работа по демографии. Население считал по головам. Значит, правда ошибся, проиграл Достоевский. Вот. Значит, вот, значит, он когда, вот все эти результаты отдельные, он сумел сложить в систему. Эту систему изложил в книге, которая доступна, которую всем рекомендую прочитать, заветные мысли. У Михаила Геннадьевича есть точные данные, еще более поздние издания. И он сложил эти знания в единое знание о народе, о стране и о том, как жить. В этой книге он высказался. Как вот размножать народ, чем торговать, значит, с кем вы, кто на нас нападет. Посчитал перепадку снатей населения на границе с Японии и получился максимально. Япония нападет первым, сказал он. Потом с Германией. Германия нападет второй. Ну и так далее. То есть, он сделал эти выводы, в одной книге все изложил, как учить, как учить учителей, вот как повышать урожайность и повысил конкретно. И даже, как выбирать депутатов. Депутата он продал выбирать только многодетных отцов. А в министра зеленой молодежи 30-ти летних. И вот, прочитайте книгу, он указал нам, как нам жить по его замету. И вот, таких умов, по крайней мере, вот на западе мне не попадалось. То есть, из нашего межпредметного семинара, из коллективного Геннадо Винча, я надеюсь, будут появляться Менделеевы, которые сумеют эти отдельные доклады соединять единое системное знание. Спасибо за внимание. Вопросы? Вопросы есть кому-нибудь из нас? По докладу или по со докладу? Ну тогда я забыл еще один момент. Хочу немножко похвастаться. Значит, прошлым летом было прочитано в качестве некого летнего семестра межпредметного семинара 10 лекций для аудиториентов популярных. В общем, они во многом повторяли темы некоторых межпредметных семинаров более ранних. Вот 8 из этих лекций были издательством «Открытая система», записанная, сделала видеозапись. И так давно эта видеозапись появилась в интернете. Я вчера немножко повозился, учел сложности в студгородке с внешним трафиком, что телеконка, насколько я знаю, с вас дерет больше, чем в городе. И поэтому сейчас вот эти файлы доступны внутри локальной сети, доступны на страничке семинара. Правда, мне не удалось их подключить по-человечески, чтобы можно было прямо из интернета посмотреть, но, по крайней мере, скачать отсюда точно можно. Это я проверил. Так что вот это вот доступно, и это, в принципе, повторяю еще раз, если кому-то не устраивает те темы, которые докладываются сейчас в рефератах, кто-то может взять какую-то более раннюю тему и разработать ее, скажем, на основе той же видеозаписи. Можно тоже составить реферат, скажем, со мной проконсультировавшись. Так, если нет вопросов, то на этом, наверное, закруглимся и еще раз поблагодарим докладчиков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГО多